Здравствуйте! Сегодня 12 июля и вы смотрите новости на телеканале Ост-Вест в студии Валерия Добральская. Спецслужбы Германии и США предотвратили покушение на главу немецкого оборонного концерна Ryan Metal. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке. По информации журналистов, в начале этого года спецслужбы США узнали, что Кремль планировал убить Армина Папергера, генерального директора крупнейшего в Германии производителя оружия Ryan Metal. Значительная часть продукции компании, в том числе артиллерийские снаряды и военная техника, поставляется в Украину. Высокопоставленный чиновник в правительстве Германии подтвердил CNN, что немецкие спецслужбы смогли защитить Папергера и сорвать покушение благодаря помощи американцев. Сообщается, что заговор был частью большого российского плана по ликвидации руководителей оборонной промышленности по всей Европе. Однако собеседники журнала Spiegel в немецком правительстве посчитали заявление CNN о покушении слишком резкой формулировкой. Сам Папергер в интервью газете Financial Times заявил, что чувствует себя в безопасности благодаря усилиям спецслужб Германии и доверяет информации американских журналистов, но деталей заговора против себя пока не знает. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер прокомментировала информацию о покушении так. Ее ведомство не комментирует отдельные ситуации, но очень серьезно относится к возросшей угрозе со стороны России. «Мы не позволим нас запугивать», заявила Фейзер. Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родери Кизеветтер потребовал от Шольца расширить полномочия немецкой разведки, поскольку, цитата, «недостаточно выслать одного или двух российских дипломатов, чтобы обезопасить немецкую землю». Хороший отпуск не должен быть дорогим, особенно если вы планируете поехать с детьми. Лето уже началось, но у вас еще есть шанс забронировать себе отпуск по очень приемлемой цене. В этом вам поможет Ост-Вест Райзен. Вы сможете очень выгодно съездить всей семьей в Испанию или в другую страну Европы. Менеджеры Ост-Вест Райзен подберут вам классный отель со скидкой до 45%. А главное, дети до 16 лет могут отдохнуть вообще бесплатно. Переходите по ссылке в описании и планируйте свой отпуск по выгодной цене для всей семьи. Возможно, вы еще не решили, куда и когда лучше поехать. Тогда оставьте заявку на сайте Ост-Вест Райзен, и менеджеры подберут для вас подходящее направление. Ссылка и QR-код на экране. Ост-Вест Райзен. Хороший отпуск не должен быть дорогим. Другие страны эффективнее. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался увеличивать расходы на оборону страны и раскритиковал министра обороны Бориса Писториуса. Писториус остался недоволен тем, что в бюджете на 2025 год его ведомство получит значительно меньше денег, чем он просил. Министр предупредил, что в таком случае он не сможет инициировать определенные вещи со скоростью, которые требуют смены эпох и угрожающая ситуация. Но, по словам Линднера, предложение правительства остается в силе. Он подчеркнул, что расходы на оборону согласовал канцлер Олаф Шольц. И Писториус лично присутствовал на обсуждении. После чего намекнул, что министру обороны следовало бы эффективнее тратить деньги. Линднер сослался на исследования, которые показывают, что другие страны иногда более эффективны и действенны. Напомню, проект немецкого бюджета на следующий год предусматривает расходы на оборону в размере 53 миллиардов евро. Писториус же говорил, что ему нужно 58 миллиардов. Как драка в пивной сопредседатель партии «Зеленых» раскритиковал споры в правительстве? По мнению Амида Нурипура, постоянные препирательства внутри правящей коалиции наносят ущерб репутации входящих в нее партий. Мы правительство, которое многое делает, но мы не похожи на единое сообщество. Это похоже на драку в пивной. И это просто отталкивает Сэйвил Нурипур. Тем не менее, он не исключает того, что после выборов в Бундестаг в 2025 году новым федеральным канцлером может стать кандидат от «Зеленых». По опросам «Зеленые» набирают сейчас от 11 до 13% голосов. В 2021 году у них было 14,7% голосов, когда их кандидатом на пост канцлера была Аннелина Бербок. Вчера Бербок, которая сейчас занимает пост министра иностранных дел, объявила, что не будет снова баллотироваться в канцлера. Это серьезно сужает список. Главным претендентом на пост канцлера от «Зеленых» считается вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек. Нурипур заявил, что решение о кандидатуре будет принято, когда придет время. Пропалестинский активист облил водой ректора Свободного университета Берлина Гюнтера Циглера. Это видео снял сам активист. На нем он говорит Циглеру, цитата, «Проснись от своего геноцида. Не плачь, это не слезоточивый газ». Циглер сообщил газете Tagesspiegel, что сам пригласил на беседу нескольких активистов из объединения «Студенты за Палестину», которое считается мирным. Вот так выглядит профиль этого объединения в Инстаграме. В частности, там называют Германию четвертым рейхом за то, что правительство ужесточило наказание за призывы к антисемитизму и оправданию преступлений против террористов Хамас. Сообщается, что на пропалестинского активиста, который облил водой ректора, ранее было подано уже три жалобы. Каждые два дня на проселочных дорогах Германии погибает велосипедист. Такие данные приводит немецкая организация исследования несчастных случаев. Согласно этому исследованию, 42% всех смертельных ДТП с участием велосипедистов происходит за пределами населенных пунктов. В прошлом году было зафиксировано 3000 тяжелых увечий и 198 смертей. Другими словами, каждый день на сельских дорогах Германии 8 велосипедистов получают серьезные травмы, а раз в два дня погибает один велосипедист. Наиболее распространенные причины аварии с участием велосипедистов на дорогах это столкновение с машинами, 41%. Более чем в половине из этих случаев виноваты водители автомобилей, а именно в 59%. Чаще всего ДТП происходит из-за плохой видимости или непогоды. Однако, каждая третья серьезная авария с участием велосипедистов на сельских дорогах происходит без машин вообще. Например, в случае падения из-за собственной ошибки. За последние 10 лет количество ДТП с участием велосипедистов на сельских дорогах выросло почти на 30%. По информации исследователей, это происходит из-за отсутствия мер безопасности, и они призывают к увеличению количества велосипедных дорожек, светофоров и подземных переходов для велосипедистов. После удара по детской больнице «Ахмадед» в Киеве с военной разведкой Украины связался российский летчик из подразделения, которое несет ответственность за атаку. Он передал информацию, благодаря которой удалось установить личность командира в 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии России. Издание «Украинская правда» опубликовало фотографию командного состава этого подразделения. Оно базируется на аэродроме «Энгельс» в Саратовской области и регулярно обстреливает Украину ракетами Ха-101. Российский летчик объяснил свое решение тем, что был шокирован ударом по детской больнице и поэтому передал украинцам личные дела командиров и членов их семей, а также секретные документы авиационной дивизии. Они представляют особую ценность. Сегодня в Киеве у развалин больницы «Ахмадед» звучал эраквием в памяти жертвах удара. На заднем плане виден поврежденный корпус нефрологии. Именно туда попала ракета. Сегодня в Киеве похоронили Светлану Лукьянчу, которая находилась в этом корпусе в момент удара. Она работала детским нефрологом и специализировалась на болезнях почек. Светлане было всего лишь 30 лет. Российские войска ударили по городу Мирноград Донецкой области. Погибли три мирных жителя, среди них подросток, которому было 15 лет. Ранение получили 13 человек, в том числе 13-летняя девочка и мальчик. Полиция сообщает, что серьезные повреждения получили два жилых дома, два образовательных учреждения и магазины. В Харьковской области сегодня днем российские самолеты сбросили управляемые авиабомбы на поселок Боровая. Был разрушен жилой дом и соседние частные дома. По предварительным данным пострадали 4 человека. И сегодня стало известно, что на передовой погиб заслуженный артист Украины, оперный певец Игорь Воронко. В начале июля ему исполнилось 49 лет. Похороны пока провести нельзя, тело Игоря осталось на поле боя между позициями украинских и российских военных. Поэтому официальный артист считается пропавшим без вести. У певца осталась жена и сын. Тем временем в Украине в условиях нехватки личного состава в войсках идет военная подготовка заключенных, которые решили отправиться на фронт. Артур один из пяти тысяч заключенных, которые решили вступить в ряды ВСУ. Он у нас все же заключенный взял и бахнут. Только, к сожалению, не наше. Но представляете, что наши заключенные могут сделать. Естественно, как и любой другой человек, который не знает, с чем он будет иметь дело, и никогда этого не видел, не слышал. Ну, глаза горят у людей, то есть как бы рвутся. Ну, а там уже будет видно, как у кого будет получаться. Молодцы, в принципе, хотят все. Это сформированное спецподразделение, а именно спецподразделение «Шквал» из самых молодых и физически развитых ребят. Оно будет выполнять специализированные функции на самых опасных участках. Он будет выполнять специализированные функции на бишь небеспечных делах. В Вашингтоне закончился саммит НАТО. На церемонии закрытия Джо Байден назвал Владимира Зеленского Владимиром Путиным. Байден сразу осознал свою ошибку и сказал, что Зеленский победит Путина. Президент Украины, выходя к микрофону, сказал «Я лучше». Спустя несколько часов на пресс-конференции Байден перепутал вице-президента США Камалу Харрис с Дональдом Трампом. Накануне американские актеры, влиятельный сторонник Демократической партии США Джордж Клуни призвал Байдена снять свою кандидатуру с выборов, поскольку он не может победить в битве со временем. После провальных дебатов с Дональдом Трампом демократы опасаются, что Джо Байден в силу возраста уже не может быть президентом Америки. Многие ожидали, что он развеет сомнения, энергично выступив на юбилее оборонного альянса. И стало известно, что одна из американских радиостанций вырезала две части интервью с президентом США Джо Байденом по просьбе его предвыборного штаба. Радиостанция Civic Media из штата Висконсин опубликовала сегодня полный текст интервью, а также выделила вырезанные фрагменты. Радиостанция объяснила свое решение так. В одном из вырезанных фрагментов Байден называет чернокожих американцев черными, а не политически корректным термином афроамериканца. В другом фрагменте Байден, рассуждая о громком уголовном деле конца 80-х, говорит, что его несправедливо осужденных фигурантов обвинили в убийстве, хотя речь шла об изнасиловании. В Подмосковье разбился самолет «Сухой Суперджет-100». Российские СМИ сообщают, что на порту самолета не было пассажиров, но находились три члена экипажа. Они погибли. По данным государственного агентства ТАСС, самолет принадлежал компании «Газпром». Самолеты этого типа сейчас одни из основных в России. Сообщается, что самолет потерпел крушение во время тестового полета после планового ремонта. В последние годы из-за проблем с запчастями и качественным обслуживанием, которые вызваны санкциями, российские авиакомпании начали снижать требования к безопасности. В России замедлилась работа YouTube. Медуза со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций пишет, что работу видеохостинга замедляют именно российские власти. Российские чиновники, в свою очередь, обвиняют саму корпорацию Google в проблемах с YouTube. И настаивают, что причина замедлений – это технические проблемы с оборудованием. Эксперты независимого проекта «Роскомсвобода» заявляют, что оборудование не может деградировать в одну минуту. Оно деградирует постепенно. И эксперты видят замедление, которое нарастает. Утром было у некоторых провайдеров, потом уже появилось почти у всех. Видимо, YouTube решено не блокировать, а замедлять, чтобы им было сложнее пользоваться, пишет «Роскомсвобода». Тем временем, одно прокремлевское российское издание заявило со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, что уже в сентябре начнется блокировка YouTube. Разговоры о блокировке YouTube ведутся с 2022 года. Последние годы российские медиахолдинги инвестировали много средств в юмористические программы и развлекательный контент, который размещался эксклюзивно только на площадках, подконтрольных российским властям – во ВКонтакте и на Рутюб. Одной из задач этого проекта было создать свой аналог YouTube и перевести аудиторию на подконтрольные властям площадки. Тем временем депутат Государственной Думы РФ Антон Немкин сообщил в комментарии официальной газеты российского парламента, что власти действительно уже тормозят работу популярного американского мессенджера WhatsApp. По его словам, следующим шагом может стать блокировка мессенджера, но решение пока не принято. Дорогие зрители, я хочу попрощаться с вами, потому что это был мой последний эфир в качестве ведущей новостей на телеканале Оствест. Я благодарю вас за то, что в течение последних пяти лет вы оказывали нам и мне доверие. Я также благодарю своих коллег, тех, с которыми работала перед камерой и за камерой, всех членов команды Оствест. Я буду скучать, а мои коллеги продолжат делать для вас самую лучшую новостную программу о Германии и Европе на русском языке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok